всем привет собрала такой небольшой опять цветущий уголочек у себя хотела сделать видео с утра но не получилось и вот сейчас я быстренько пробегусь покажу вам что цветет в марте месяце я показывала уже в том месяце ну ванда цветут очень долго поэтому конечно что-то цвета это что-то еще держится и запах у нее тоже держится ванда култана это гибрид с теселатой очень люблю теселатой ванды очень они ароматные ну цветы конечно понемножечку понемножечку выцветают но все равно губа красивая аромат стойки очень и небольшое растение и уже так обильно она цвело ну я смотрю что пересадка ему никак на него не повлияло и он продолжает цвести туда же раскуклил корешки как вы видите каудобек кенди заканчивает свое цветение конечно очень жарко и цветы не выдерживают этой жары и они быстренько быстренько отцветают но что-то цветет что-то отцветает это нормально это следующая красотка ванда деселата красивая конечно такое красивое цветение насыщенный цвет прям такая белоснежная серединка и у нее тоже запах присутствует это природная ванда кто не знает расцвела вот так вот на 5 цветочков в этом году ванда дениса не она китай ну вот у меня написано что она в декабре в январе у меня цела ну вот сейчас май март то есть она может свести уже два раза в год когда достигнет такого возраста наверно здорово очень у нее приятный тоже аромат как я люблю такой немножечко сладковатый у цветов я вообще не любитель таких вот духов дома сладких но когда цветы так пахнут это очень здорово такой конфетный такой запах ой ну да запах все правильно такая бабулька в желтой юбочки ну вот не знаю попала сейчас в кадр это вообще я не знаю почему почему она у меня сейчас расцвела это котлея интермедия сказать что она меня удивила это наверное ничего не сказать я честно говоря никогда не видела чтобы у нас в нашем регионе где я живу они цвели вот сейчас в марте очень странно для меня она они у меня обычно у меня есть разновидности интермедией и это именно интермедиа орла то они у меня цветут обычно в сентябре октябре почему она у меня расцвела я даже не знаю и вот она опять же растит новый рост такие корешки толстенькие опять же показываю в новой посадке мог внизу все понравилось я даже не знаю когда я уже ее пересаживала но то что вот она расцвела это сюрприз для меня на два цветка и такие конечно крупные цветы я очень люблю интермедии у них запах тоже очень приятны здесь литр мэл литл мэр мэйд продолжает цвести слушайте долго конечно держатся цветы конечно понемножечку они уже осыпаются но все равно такие вот упругие да вот видно наверное даже на на видео долго уже цветет и очень ароматно я уже рассказывала про нее ну а здесь 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 моя мельтония спектабелис вариация морельяна так она правильно называется вот так вот она у меня еще тоже цветет и расцвела еще одна я кстати честно говоря даже не ожидала что она у меня такая же самая я почему-то ждала что-то другое ну вот расцвела такая же самая ну конечно цветы вот как вы видите намного меньше есть конечно да вот этот цветок такой большой прям красиво ну я кстати видела у нас клубе еще есть больше цветы не знаю может быть они с возрастом могут увеличиваться увидела такого маленького паучка я вообще люблю наблюдать за всякими животными мой лягушонок который спал в предыдущем видео это была такая милота я просто не могу выразить свои такие вот как у меня было чувство конечно когда я увидела я сама обалдела ну в общем да вот такая вот теперь у меня две мельтонии посмотрим что я буду с этой делать еще пока что не решила но это вот полностью уже да я бы сказала набрал цвет так вот как-то не очень расцвел в этом году но angel kiss надо цветочки срезать чтобы она окрепла потому что в предыдущей посадке у нее как-то вот такие росты были сухие сухие никакие не хватало и влаги вот когда ее пересадила в больше горшочек прям вот видно да что и ростики такие уже больше пошли потолще в общем набирается она немножко сил посмотрим надо будет обрезать цветочки но здесь первый раз я в живую вижу такое вот такой вот малыш это лоелия даяна я ее покупала в том году она вот была она вот этому блоки совсем маленькая и вот она мне выпустила новый ростик я ждала розовую фиолетовую форму видела я почему-то ждала ее но как распустилась я поняла что у меня вариация сырулия и еще кому-то она очень тоже понравилось видно и съели у меня половину губы в первый же день когда она у меня же распустилась я и принесла сюда любоваться ею пытаюсь показать вам размер цветочка конечно это первое цветение это не такой еще сильный образец ну во всяком случае она у меня распустилась и я очень рада такой большой ростик нарастила я думаю что это уже наверное ее максимальный размер еще растут новые ростики такие уже более зеленые красивые листья насколько я вычитала про нее что она может свистеть дважды и трижды в год конечно было бы здорово ну я очень рада что она у меня хотя бы прижилась потому что слышу очень много историй что они не приживаются потому что конечно маленькие растения и продаются они тоже в маленьком размере у нас ну в общем хотя бы я увидела что это у меня теперь буду искать розовую или сиреневую форму что еще прочитала они что что прочитала что название прочитала что ее еще почему-то называют котлея бокал хой ну в общем мне почему-то больше нравится это лаэлия даяна у меня такое лаэлия мое любимое наверное название очень такое мягкое красивое но произрастает это красавица в бразилии 500 до 2000 метров то есть такая я думаю что не прихотливая как по мне и что еще прочитала что она растет на фрукт такой есть личи вот на вот этих вот деревьях очень интересно конечно я очень очень удивилась ну и ей нужен очень яркий свет я так поняла и такая сухая зима я бы сказала ну то есть ей немножечко должен быть отдых не поливать ее сильно зимой и чтобы она немножечко отдыхала красивая такая на солнышке переливается аромат кстати присутствует такой тоже легкий очень очень такой приятный в общем вот такой вот цветочек конечно я люблю когда миниатюрные растения и большие цветы это очень здорово смотрится ну а это моя замученная моя french rose я все-таки дождалась ее распуска наверное мне нужно было ее все-таки чтобы она не раз не расцветала она конечно растит парочку новых ростиков но нужно было ее наверно пересадить как и все остальные я дендроби мы пересадила они себя прекрасно чувствуют нужно будет ее тоже обязательно пересадить потому что конечно в таком она в нехорошем виде я бы сказала но цветы конечно как всегда просто просто волшебные аромата у нее нет ну как и у многих наверное дендрофаленопсисов но конечно цветы обалденные вот все таки никак она не распустится это очередная красавица это ванда green light зеленый свет я очень люблю эту ванда неоднократно она у меня уже была в моих видео но все таки конечно когда кустик разрастается уже такой большой красивые смотрю еще бутончики вылезают новые и она конечно красотка эти шпажки такие это гибрид гибрид ванда вьетнамика на ванду фалкату цветочки небольшие ну такие вот они конечно классные так вот выглядит она сзади ну вот тут вот еще тоже бутончики назад в общем такая миниатюрная ванда чко я бы сказала да наверное максимум но с цветоносов с цветоносом сантиметров наверно 50 очень классная я кстати увидела сейчас это мое такое новое приобретение уже покажу это я купила себе такое новое удобрение мы были в клубе у нас было заседание нашего клуба у одного из членов нашего клуба и вот у него вот такое вот удобрение конечно я увидела у него растения растут очень прекрасные цветут я спросила чем он пользуется и вот вот такое вот удобрение если кому интересно чем я пользуюсь я сейчас пользуюсь вот этим вот уже наверное месяца полтора и я заметила честно говоря разницу начали даже расти новые корешки у тех орхидей которые ну я бы сказала что были в ступоре еще что и себе купила новую игрушку я люблю разбрызгивать орхидей а это конечно вот такой вот я себе новую игрушку купила она конечно ну я бы сказала не из дешевый никогда необыкновенный такой разбрызгивать или конечно когда много орхидей руки и пальцы устают а это так вот вот так вот я теперь просто играюсь это конечно очень получаешь просто наслаждение знаете вот когда просто обрызгиваешь так вот орхидей ну в общем перешли мы уже наверно до похвасталась ну конечно я думаю наверное что у многих есть ну вот я себе вот такое вот тоже чудо приобрела так это у меня так не могу достать ну вот он меня всегда удивляет клавасету black jade почему он black всегда он меня удивляет почему он black ну зато какой красивый правда это первый из моих морковок кто расцвел очень конечно такие но вот все таки да вроде бы зеленые цветы такие же как и листья но все равно это так необычно смотрится такие красивые такая конечно большая тяжелая гроздь такие зеленые птички и вот это мои пересадки вот я пересаживала в новый горшочек вот вы видите что с ним произошло вот так вот я пересаживала и вот результат моей новой посадки как вы видите им очень все понравилось вырастила такие две я бы сказала приличные хорошие бульбочки не очень большой горшочек ну вот сантиметров не знаю если есть на сантиметров 10 диаметре такие приличные две бульбочки первый пошел да я люблю морковки люблю морковки и они у меня очень тоже хорошо растут поэтому если кому интересно я могу вставить ссылку в описании как я пересаживала и там можно будет посмотреть может быть предыдущие какие-то видео про морковки кто со мной недавно может посмотреть ну в общем вот такое вот чудо у нас был были дожди и она вот в бутонах было под дождем и как вы видите ничего ну как не под прямым дождем а в моем гринхаусе то есть такой был ну софт rain такой в общем медленный дождик я бы сказала да наверное через сетку и очень конечно красивые здорово конечно если бы было таких парочку гроздей цветы я поближе вот так вот покажу кто тут губу тоже поел ну так вот увеличила и увидела в общем красиво очень очень здорово что еще у меня здесь вот это вот красотка я уже немножечко рассказывала они в предыдущем видео ну вот сейчас вот два цветочка распустилась и они конечно милые на мой взгляд миниатюрная такая котлея лаэлия котлея комодиай я пыталась найти что-то они ну ничего почему-то я не нашла ну в общем единственное что я нашла что не нашла что я понимаю что это миниатюрная котлея и конечно ей нужно было солнышко чтобы расцвести потому что она цветет только второй раз в моем уходе не цвела она у меня но здесь вот его понравилось и она цветет такое прямо красивая такая губа в рюшиках и белоснежные цветы прям нашествие муравьев на ней нужно побрызгать наверное соорудили там домик в корнях любят конечно у меня муравьи поселяться в горшочках в орхидеях нравится им ну мне это не очень нравится поэтому я истребляю их для мух для тараканов вот этим вот спреем ну в общем что я вам хочу сказать цветы такие плотные плотненькие и я вот даже не знаю было бы конечно интересно если кто знает я так быстренько поискала но ничего не нашла никакой информации мне самой стало интересно что у нее в корнях откуда она никто у нее в родителях но пока что ничего не нашла ну в общем вот такая вот красотка этого малыша я снимаю на следующий день потому что опять не удалось меда снять началось много шума у нас в общем да снимаю на следующее утро такой вот совсем малыш это он был увеличен сейчас я его покажу вот такой вот у него размер вот если вот с моим это мой вот мизинчик понимаете да он конечно не такой как шенворхис но тоже маленький очень мне нравится это миниатюрная орхидей к вот так вот она выглядит красивая тоже 2 цветоносик выпустила они очень часто попадаются в фласках уже в цветущем состоянии то есть очень легко их зацвести такое вот название и она произрастает мексике центральной америки в общем такой малыш растет наверно с полгода у меня уже ну да как вы понимаете тоже новая моя орхидей к ну и смотрите кто опять у меня утром ну а малыш вернулся залез на котлейку и уснул я хотела ее убрать ну пока что оставлю конечно пусть он спит сладким сном он конечно совсем малыш видите какой он он маленький какой же он чудный спит сладким сном как он забирается и даже не знаю предыдущая когда он был у меня на фаленопсисе он на столе у меня стоит фаленопсис а этот стоял вот так вот на ну вот тоже на таком маленьком столике как он туда забрался я даже не знаю думаю может быть его посадить в гринхаус мой а потом думаю но и нужно что-то кушать поэтому ну ладно пусть когда ему нравится приходит в гости и поспит ну и закончить я наверное хочу расцвел у меня это очень очень простой ансидиум его можно часто встретить называется ансидиум sweet sugar но не знаю вот он у меня не хотел расти в горшке ну вот никак не хотел расти или я его переливала или мой было недостаточно солнца и так вот он прекрасно зацвел вот в таком вот он состоянии ну честно говоря я хотела сделать видео ансидиум sweet sugar сладкий сахар сладкий сахарок ну вот смотрите вот они выпустили выпустила такие маленькие две псевдобульбочки и зацвела с них хотела сделать видео о том как растения конечно орхидеи могут выживать если они хотят жить они конечно будут выживать очень красивые тоже куколки конечно цветочки побольше чем-то похожи они с предыдущей малышкой смотрите я взяла для сравнения здорово прям реально похоже конечно плохо видно да ну в общем вот так вот для сравнения вам покажу этот ансидиум кстати очень нравится всегда почему-то судим ну его реально конечно такая красивая юбочка до губа красивая очень очень такой яркий желтый цвет насыщенный ну вот как вы видите если орхидея хочет жить конечно она выживет но уже это наверное будет моей темой следующего видео поэтому на этом всем прощаюсь всем желаю мирного неба над головой и любви всем пока пока м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok